Доброе утро! С новостями на канале ОТС Александр Журбин. В этом выпуске вы узнаете, в каких районах Новосибирска отключат горячую воду, как жители региона могут проголосовать за поправки в Конституцию и какие передвигающиеся арт-объекты появились на улицах областной столицы. В Новосибирске стартует новый этап испытания системы теплоснабжения. С 3 июля будут проверять на прочность сети. Речь о правобережье мегаполиса. Период испытаний связан с отключением горячей воды. Причем по срокам эти периоды разные в зависимости от зоны теплоснабжения. Так, например, дома, которые питаются ТЭЦ-2, будут без горячей воды с 3 по 16 июля. Зона ответственности ТЭЦ-4 с 3 по 12 июля. Испытания теплосетей коснутся Центрального, Октябрьского, Зальцовского и Калининского районов. Энергетики уверяют, что подключение горячей воды по отдельным улицам начнется по мере устранения выявленных в ходе испытаний дефектов. В Новосибирской области идет голосование по поправкам в Конституцию. Выразить свое мнение граждане могут в помещениях участковых избирательных комиссий сегодня с 8 утра до 8 вечера. Кроме того, проголосовать можно на домом, а также на придомовой территории. Перечень адресов определен решением районных комиссий. В день голосования завтра, 1 июля, участки будут открыты также с 8 утра до 20 вечера. При входе в помещение у всех измерят температуру тела, выдадут медицинскую маску и перчатки. Накануне в Новосибирске на линию вышли два обновленных трамвая. Их расписали известные уличные художники. Один вагон курсирует по правому берегу, другой в левобережье мегаполиса. За творческим процессом наблюдала съемочная группа канала ОТС. К созданию арт-объекта на колесах приложила руку и наш корреспондент Мария Никитина. Два трамвая, четыре стороны, четыре художника. У каждого из них своя идея, но общая цветовая гамма. На одной стороне вагона шрифтовая композиция, на другой персонаж. На создание этого эскиза меня вдохновило то, что мы этим летом все с вами будем праздновать его в городе. И здесь у меня будут такие округи до воде, здесь будет много всяких вкраплений и таких историй, связанных с городским, собственно, летом. Ну, как я его воспринимаю. Всего на два дня вагоны сняли с маршрутов, чтобы стрит-арт-художники с помощью баллончиков с краской подарили старым трамваям новую жизнь. Обычно каждое лето граффитисты проводят фестиваль окрашено, но в этом году массовые мероприятия под запретом. Поэтому свой творческий запал уличные художники решили реализовать на нестандартном объекте. Тут композицию нужно выстраивать относительно трамвая, а это такая продолговатая штука с окнами и есть вот свои какие-то нюансы. В общем, трамвай готовить чуть сложнее, чем стены. Со стенами все гораздо проще. Здесь же нужно снимать ржавчину, матировать, обезжиривать. Превратить старые трамваи в объекты уличного искусства задача непростая. В мэрии считают художественная роспись на транспорте и формируют имидж Новосибирска как современного и развивающегося культурного города. Перед началом работ трамвай тщательно помыли, обезжирили, заклеили окна и двери пленкой. По подсчетам художников, на окрашивание вагона уйдет примерно 60 баллонов краски. По Новосибирску уже курсирует общественный транспорт, раскрашенный под хохлому, возит пассажиров в вагон «Я из Сибири» с изображением Лешего и Бабы-Яги, а также трамвай, посвященный театру кукол. Художник Марина Ягода мечтает, чтобы на улицах серого мегаполиса было больше ярких сказочных чудес. Это нужно, чтобы житель города Новосибирска, когда он идет куда-нибудь на работу или просто гуляет, встретив на перекрестке такой яркий трамвай, немножко улыбнулся, отдохнул, выдохнул, получил какое-то удовольствие и немножко порадовался. Не только рассмотреть в деталях, но и прокатиться на движущихся арт-объектах теперь может каждый житель города. Летний трамвай с изображением девушки и надписью «Новосибирск» работает в правобережье на 14 маршруте. На левом берегу курсирует позитивный и яркий 10-й трамвай. Мария Никитина, Антон Мамаев, Новости ОТС. Лишь малая часть новосибирских работодателей ищет специалистов без опыта. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Хэтхантер». По их данным, за 6 месяцев текущего года число вакансий для тех, кто только начинает свою профессиональную карьеру, составило около 5% от общего числа предложений. Как правило, новосибирские работодатели чаще всего предлагают молодым специалистам работу в сфере продажи. Компании приглашают менеджеров, продавцов-консультантов, кассиров, специалистов, колл-центров. Также в первой пятерке профессиональных сфер, где готовы трудоустроить начинающих карьеру горожан, туризм, гостиницы, рестораны, консультирование, IT и административный персонал. Здесь требуются повара, водители-курьеры, уборщики, специалисты по работе с клиентами, консультанты, работники по обслуживанию компьютерной техники, программисты, администраторы, разработчики и операторы. И к этой минуте у меня все новости. Подписывайтесь на наш канал и смотрите сюжеты в социальной сети Instagram OTS нижнее подчеркивание ТВ. Для вас работал Александр Жорбин. Всем удачи и до встречи. Смотрите эфир и архив записей телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ. Доброе утро. С новостями на канале ОТС Александр Жорбин в этом выпуске вы узнаете, когда в Новосибирске откроют пляжи, как в нашей области прошел пробный экзамен по ЕГЭ и почему в Кольцово приехали военные из других регионов. Несмотря на то, что пляжи городские все еще официально закрыты, минувшие выходные собрали на Обском море тысячи новосибирцев. Губернатор Андрей Травников призвал открыть места для купания при первой же возможности. В данный момент все еще идет оценка санитарного состояния воды. Напомню, в начале месяца в мэрии заявили, места для купания откроют не раньше 1 июля. При этом, хоть пляжи официально и закрыты, бойцы муниципальной аварийной спасательной службы уже ведут патрулирование всех популярных мест отдыха у воды. В Новосибирской области идет голосование по поправкам в Конституцию. Выразить свое мнение граждане могут в помещениях участковых избирательных комиссий сегодня с 8 утра до 8 вечера. Кроме того, проголосовать можно на дому, а также на придомовой территории. Перечень адресов определен решением районных комиссий. В день голосования завтра 1 июля участки будут открыты также с 8 утра до 20 часов вечера. При входе в помещение у всех измерят температуру тела, выдадут медицинскую маску и перчатки. Пробные ЕГЭ по географии провели накануне в школах Новосибирской области. Главная задача – проверить, как работает техника и как готовы учителя. В текущем году в проведении аттестации много изменений. С подробностями Ксения Петренко. В 168-й школе Новосибирска детей перед экзаменом решили встречать на улице. Здесь висит пофамильный список, где указано, кто в какой аудитории будет сдавать экзамен. Дальше детей распределяют по группам. По 9 человек на этой площадке. И потом таким составом сопровождают в здании. Сегодня пробный ЕГЭ проходит без детей, поэтому измеряют температуру, обрабатывают руки антисептиком и сканируют на металлоискателе журналистов. Сейчас главное наладить работу техники. Камеры устанавливаются таким образом, что выбралась вся аудитория. Обязательно попадал принтер. Обязательно попадал стол, где работают организаторы. Вы можете посмотреть. И обязательно попадали все, ну теперь 9 мест, на которых сидят выпускники. Галина Михайловна уже не первый год организует работу пункта сдачи ЕГЭ. Говорит, работа ответственная. В этот раз сложностей было много, но готовы на все 100. Техника не подвела, все в порядке, хотя, конечно, ну и мы уже знаем и понимаем, например, ну такая хитрость, да, может быть, она тоже кого-то спасет. Нельзя бумагу, которую мы вынимаем сразу из пачки, которую приходят, сразу вкладывать в принтер. Но ее надо повеерить, будем так говорить. Вот мы ее повеерим, и тогда никаких сбоев практически не происходит. Мелочь, но мы тоже к ней пришли вот методом проб и ошибок. Экзаменационные задания приходят в регион на дисках. Они запечатаны, и вскрыть их можно в аудитории только после того, как ребята расселись и приготовились. Это полностью исключает утечку. На пробном ЕГЭ важно отрепетировать каждый шаг, как приносят диск, как его активируют и печатают задания. Пробный экзамен очень важная вещь в таких условиях, как сегодня, когда мы, по сути, уже на месяц сдвинули проведение государственной итоговой тестации, и сейчас мы должны провести таким образом, чтобы сбоев не было вообще никаких, потому что у детей, по сути, один шанс. То есть он сегодня пришел и должен сдать экзамен. Никаких пересдач и так далее в этом году, ну, кроме дополнительного периода и каких-то форс-мажорных обстоятельств не будет. Дополнительный период, я напомню, что он с 3 по 8 августа. На то, чтобы завести в аудиторию и рассадить ребят, закладывают час. Репетиции показали. Этого времени вполне хватит. Напечатать кимы еще пару минут. Тут главное, чтобы принтеры и компьютеры работали как часы. Случаи, когда техника отказывала, были. Сейчас все заменили и проверили. Теперь пункты проведения ЕГЭ полностью готовы. Обеспечены масками, антисептиками и рециркуляторами воздуха. На эти цели из резервного фонда выделили 14 миллионов рублей. Ксения Петренко, Андрей Дулепов. Новости ОТС. Жители Новосибирской области теперь смогут слетать в Чеченскую республику. Новый регулярный рейс в Грозный появится с 13 июля. Самолеты из аэропорта Толмачева будут вылетать по понедельникам рано утром. Новый маршрут появился благодаря государственной программе субсидирования региональных авиаперевозок. Напомню, в аэропорту Новосибирска пассажирам необходимо использовать средства индивидуальной защиты, а именно маску и перчатки. Также требования действуют и в салоне самолета. На военном полигоне в Кольцово стартовал конкурс «Отличники военной разведки». Бороться за это звание будут 11 команд из 4 военных округов, всего 150 бойцов. В программе соревнований 5 этапов, основанных на общем курсе боевой подготовки разведчиков и опыте офицеров. В полной выкладке бойцы будут стрелять на меткость, форсировать водные преграды, десантироваться с вертолета, а финальным аккордом станет так называемая «тропа разведчика», где во время марш-броска нужно преодолеть 22 различных препятствия. По сложности ее часто сравнивают с экзаменом на право ношения крапового берета. Продлится состязание до 9 июля, а команда «Победитель» представит Россию на международных военных играх. И к этой минуте у меня все новости. Подписывайтесь на наш канал и смотрите сюжеты в социальной сети Instagram OTS нижнее подчеркивание TV. Для вас работал Александр Журбин. Всем удачи и до встречи. Смотрите эфир и архив записей телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ. Доброе утро. С новостями на канале ОТС Александр Журбин в этом выпуске вы узнаете, в каких районах Новосибирской области ввели режим ЧС, какой рейд проводит госавтоинспекция в регионе и как изменится погода в Новосибирске в ближайшие дни. В Новосибирской области продолжают вводить режим ЧС из-за засухи. Теперь он действует на территории Венгеровского, Татарского, Чистоозерного, Сдвинского и Доволенского районов. Об этом сообщили в региональном Минсельхозе. На прошлой неделе в шести районах на юго-западе области, Купинском, Баганском, Карасукском, Сузунском, Качковском и Чановском был введен аналогичный режим. Там созданы комиссии для оценки потерь сельхозпредприятий. После почета ущерба власти планируют оказать поддержку пострадавшим организациям. Несмотря на засушливую погоду, власти намерены увеличить сбор урожая. Аграрий рассчитывает собрать более 2,5 миллионов тонн зерновых, что почти на 7% больше прошлогодних показателей. Новосибирцев предупредили об аномально жаркой погоде. По данным синоптиков, до пятницы в городе столбик термометра днем будет подниматься до 30 градусов и выше. В темное время суток температура воздуха в среднем составит плюс 16 градусов. По прогнозу специалистов, дожди будут предстоящей ночью и в четверг в первой половине дня. Власти напомнили новосибирцам, что при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефону 051. Сотрудники инспекции по маломерным судам провели рейд на водоемах области. Вместе с ними отправилась и наша съемочная группа. О том, какие правила чаще всего нарушают владельцы катеров и лодок, расскажет Станислав Блинов. Каждые выходные сотрудники инспекции по маломерным судам выходят на акваторию новосибирского водохранилища для того, чтобы следить за соблюдением правил безопасности. Главная задача не составить протокол или выписать штраф, а предотвратить несчастный случай и спасти людям жизнь. Инспекторов ГИМС на Обском знает в лицо каждый владелец яхты, катера или лодки, ведь правила безопасности и для судовладельцев, и для их пассажиров написаны вовсе не вилами по воде. Андрей Цыганский отработал 15 лет в уголовном розыске. К первой специальности третий помощник капитана вернулся в 2010 году. С тех пор служит в инспекции по маломерным судам и следит за безопасностью на воде не только в Новосибирске. Я был в отпуске в Китае. Мы с женой купались, началась волна, и женщина сзади подплывает, я плыть не могу. Все, получается, я и жену спасал, и эту женщину, двоих. Я сам чуть не утонул, но я смог их вытащить на берег. Основная причина несчастных случаев – самонадеянность. Поэтому и проверяют не только документы. В первую очередь обращают внимание на наличие спасжилетов и других средств спасения на воде. Правила надо соблюдать, они же не просто так придуманы. Есть какой-то опыт, на основе которого они созданы. Поэтому и техосмотры, и права, и правила нахождения на воде знаем. Чтобы не было погибших, и страдавших. Одни из самых частых нарушений – правила маневрирования на водных путях. Зачастую, если позволяет ситуация, инспекторы ограничиваются предупреждением. Мы работаем на безопасность, это самое главное. Поэтому никогда полочной системы не было. Пообщались с человеком, объяснили ему, он все понял. Составили постановление, вынесли предупреждение. Для людей работаем. В прошлом году сотрудники инспекции по маломерным судам составили около тысячи постановлений. Максимальный штраф за отсутствие на борту спасательных жилетов – до 20 тысяч рублей. Станислав Блинов, Алексей Погодин, Новости ОТС. Рейд по выявлению пьяных автомобилистов проводит ГИБДД Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» продлится до 6 июля. Напомню, за управление машиной в состоянии опьянения предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав. Тем, кто попался повторно, может грозить уголовная ответственность. Минкомсвязь предложила сделать портал госуслуг единым окном для обращений граждан. Для обработки таких запросов будут применять искусственный интеллект. Министерство уже подготовило необходимый законопроект. Подать жалобу сможет только гражданин, зарегистрированный на госуслугах. Письмо будет автоматически направляться в нужное ведомство, а человеку придет отчет. По оценке Минкомсвязи, ежегодно граждане России отправляют не меньше 10 миллионов писем в органы власти. Около 65% обращений в электронном виде. Но каждый раз это разные сайты, адреса и способы заполнения информации, что крайне неэффективно, отмечают в министерстве. В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший шашлык. Лучше всего отдать предпочтение упакованному на предприятии. В первую очередь необходимо обращать внимание, как производители соблюдают правила приготовления мяса. Также важно смотреть на дату выпуска. Все куски должны быть одинаковы по размеру и массе. Такой шашлык удобно нанизывать на шампур, и он равномерно прожаривается. Специалисты советуют отказаться от мяса, замаринованного в соусы на основе майонеза, потому что повышается риск пищевых отравлений. И к этой минуте у меня все новости. Подписывайтесь на наш канал и смотрите сюжеты в социальной сети Инстаграм УТС Нижнее Подчеркивание ТВ. Для вас работал Александр Журбин. Всем удачи и до встречи.